В Оренбурге состоялся всероссийский турнир по карате Европа-Азия, памяти героя России Александра Прохоренко. В нем приняли участие более тысячи спортсменов из России, Казахстана и Кыргызстана. Вот уже четвертый год соревнования носят имя нашего легендарного земляка и теперь включены во всероссийский календарь. Хочется, чтобы все эти каратэ заполнились и с конечными соревнованиями, и только когда за это началось, что это появляется. Сейчас в стране карате занимается 270 тысяч человек. Зарегистрировано 66 региональных федераций, из них 12 в Привозском округе. Поэтому состав такой внушительный. Среди участников победители и призеры крупнейших российских и международных турниров. Очень важно, что сюда приезжают такие знаковые ребята, потому что повышается уровень турнира, повышается уровень соперничества. Это позволяет и нашим спортсменам здесь расти профессионально. Влаги Оренбуржья защищали около 70 каратистов из Орска, Бузулука и областного центра. На центральной спортивной арене СКК Оренбуржья уложено сразу пять татами. Упорные поединки проводили представители 20 сборных России и Азиатских республик, где этот вид спорта также прогрессирует, особенно в преддверии Токийской Олимпиады. Сейчас в мировом рейтинге казахстанский спортсмен на 67 килограмм, первый номер стоит в мировом рейтинге Асадилов Дархан. 75 килограмм на 6 месте стоит, то есть у нас есть хорошие претенденты, то есть одными ногами уже мы на Олимпиаде, можно сказать. Отличный турнир, приезжаем второй год и будем еще приезжать, потому что турнир растет, уровень спортсменов российского карате растет, и нам очень необходим этот уровень. В течение двух дней разыгрывалось множество комплектов медалей в различных весовых и возрастных категориях. Соревновались в разрядах ката и кумите. Сильные бойцы были почти в каждой из команд, но явные фавориты – татарстанцы, самарцы, челябинцы, лидеры сборной России. Так сложилось, что все соперники были молоды, всем там не больше 20 лет, как бы 18-19. По конкурентной спору нету, хорошие, молодые, горячие, но приходится повозиться с ними. На счету хозяев пять бронзовых медалей. Это в отсутствие нашей лучшей каратистки-оренбурженки Валерии Голубевой, которой не было по очень уважительной причине. Сегодня в Чили в составе сборной России она примет старт в 11-м молодежном чемпионате мира. А переходящий кубок турнира Прохоренко завоевали самарцы. Спортсмены России и Казахстана встречались и на другом нашем турнире – Чернышевском по боксу. Владимир Чернышев – гордость отечественного спорта, чемпион Советского Союза и Европы. В его 22-м турнире участвовали юноши и девушки в возрасте 15 и 16 лет, всего 126 спортсменов. Помимо городов нашей области были представлены соседний Башкортостан, уже традиционно несколько команд из Казахстана и впервые делегации из Ямала-Ненецкого автономного округа. За поединками внимательно наблюдали тренеры, причем оренбургские сами проходили горнила этих соревнований. Участвовал. Это было в 2009 году. Последний год посредним юношам. Провел три боя и одержал победу. Николай Арнаутов был признан лучшим тренером этого турнира. Лучшим боксером стал оренбуржец Виталий Багиров. А всего сборная нашей области завоевала 10 золотых, 11 серебряных и 18 бронзовых медалей. В Оренбургском центре настольного тенниса завершился детско-юношеский турнир ТОП-24, собравший самых талантливых юных игроков России. У девушек и юношей было две возрастные категории под 24 игрока в каждой. Первая группа 11-летняя, вторая от 12 и младше. Оренбуржцы воспитанники центра входят в различные юношеские сборные страны и на домашнем турнире были главными фаворитами. В итоге у хозяев два золота на счету Артура Файзулина и Арины Абдулины и бронзовая медаль Анфисы Дурновой. Серебро добавила Сороченко Диана Бабылева. В спортивном комплексе Олимпийский областного центра проходят матчи первого тура высшей лиги Б по волейболу. В роли хозяев выступает оренбургская команда «Нефтяник УОР». На открытии тура состоялось награждение благодарственным письмом правительства Оренбургской области Николая Петровича Бухвалова, недавно отметившего 80-летний юбилей. Это заслуженный работник физической культуры, один из отцов-основателей оренбургского волейбола. Начав тренировать в далеком 1964 году, в 1972-м Бухвалов возглавил юношескую команду Российской Федерации и сенсационно выиграл спартакиаду народов с СССР. Он ставил революционную тогда комбинационную игру оренбургским командам, воспитал множество авторитетных волейболистов, в том числе игрока сборной Советского Союза, призера чемпионата мира Олега Крякова. Николай Петрович продолжает дело жизни и сейчас, являясь тренером-консультантом нашего главного клуба «Нефтяник». Что до текущего турнира, то «Нефтяник УОР» в борьбе уступил Воронежскому «Кристаллу», а во втором туре сыграет с командой «Ростов-Волей». Анатолий Юденич, Семен Воробьев, Новости спорта.